Всем привет, меня зовут Влад А4 и сегодня мы поговорим о девушках. А точнее я вам расскажу, что нужно делать и какими качествами должна обладать девушка, чтобы понравиться абсолютно любому парню. Все секреты в одном видео. А вот она, кстати, соблюдает все правила, поэтому она со мной. Всё, ладно, поехали. И первое правило называется «Не пересылай сообщения». Нет, это и вправду важное правило. И я говорю не о тех случаях, когда нам скидывают расписание уроков или пересылают какие-то наши фотки. Я говорю о случаях, когда делятся нашими секретами. Я хочу полностью доверять своей девушке. Я хочу полностью доверять человеку, которого я выбрал. Но я никогда не смогу доверять человеку, который когда-то мне рассказывал чужие секреты. Ведь это логично, что если чужие секреты он не может сохранить, то и мои секреты держать он тоже не будет. Поэтому помните, девушки, что доверие нужно заслужить, а потерять его можно в один миг. Поэтому правило номер один – умейте хранить секреты. Правило номер два. Не бойтесь делать первый шаг в отношениях. Банально! Да, как бы это банально не звучало, но это так. Поверь, если тебе понравился парень на улице, и ты подойдёшь к нему. Если тебе нравится парень, и ты напишешь ему. Поверь, хуже не будет. А может вообще не будет. Пойми, всё зависит только от тебя. Если ты не напишешь, никто не напишет. Так что берёшь и делаешь. И девушки, не бойтесь помогать своим парням. Не всем рождаемся такими альфа-самцами, которые знают, что делать. Есть неуверенные в себя парни. Где-то мы смущаемся, где-то мы неуверены из-за того, что не знаем, нравимся мы девушке или нет. Ведь вы ж сидите, ничего не говорите. Я королева, я ничего не буду делать, я буду ждать. Поэтому не бойтесь, вы только всё упростите. Возьмите своего парня за руку, когда будете гулять. Или поцелуй его первое. Я первый. В общем, не бойся делать первый шаг и не бойся помогать своему парню. Правило номер 3. Будь плюсом, а не минусом. Здесь всё довольно-таки просто. Смотри. Если ты куришь, то значит ты курящая девушка. Скорее всего у тебя проблемы с кожей. Ещё жёлтый налёт на зубах. В общем, это минус. Если ты умеешь играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, это плюс. Если ты не любишь застилать кровать и все твои вещи разбросаны по комнате, значит ты не ряха. И это минус. Ты любишь читать книги, ты начитанная. Это, конечно же, плюс. Так вот, мораль. Именно из этих плюсов и строится твоя личность. Нам нравятся интересные, умные девочки, которые не сидят на месте, занимаются саморазвитием, следят за собой. И поверь, это не сложно, у тебя тоже всё может легко получиться. Создай список со своими минусами и превращай их в плюсы. Бросай курить, начни убираться в комнате. Сделай список с плюсами, которых бы ты хотела достичь и достигай их. Запишись на танцы, запишись на курсы французского, запишись на бисероплетение. Это хоть и маленькие, но всё равно плюсы. И именно из этих плюсов и строится твоя личность. В общем, не сиди на месте, собирай плюсы. А ещё, девочки, остерегайтесь неблагоприятных компаний. Помните такую пословицу, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Поверьте, лучше быть одной, чем с кем попало. Четвёртый пункт. Чувство юмора. И знаете что, кроме как чувство юмора у девушек это хорошо, я сказать больше ничего не могу. Нет, серьёзно, я не знаю, что вам посоветовать. Больше улыбайтесь, так вы кажетесь более жизнерадостной и весёлой. Поделись улыбкой у своей, и она ещё не раз к тебе вернётся. Но если серьёзно, кое-что вам всё-таки расскажу. Парни просто обожают, когда девушки смеются над их шутками. Да. И если вы хотите понравиться парню, то просто смейтесь над его шутками. Всё просто. И это работает. Пятое правило. Не создавайте проблем. Точнее, не создавайте ненужных проблем. Когда вы психуете без повода, это проблема, которую придётся решать парню. Когда вы опаздываете на полчаса, потому что вы долго красились, или вам нечего было одеть, это тоже проблема. Когда вы кидаете обидки за то, что парень не сказал вам спокойной ночи. Это проблема. Это проблема, когда вы обижаетесь, что ваше поздравление на день рождения не вот такое. В общем, девчонки, старайтесь не создавать проблем, и всё будет окей. Мне сейчас кажется, что девочки, которые посмотрели этот ролик, стали просто идеальны. Ну вот и всё. Это видео уже почти подошло к концу. И если оно тебе понравилось, почему бы не поставить ему лайк, не подписаться на мой YouTube-канал. А ещё ты можешь поделиться этим роликом, если не жалко, конечно. Ну а с вами был я. Меня зовут Влад А4. Пока-пока. Ты моя хорошая, сообщения не пересылаешь, всё время улыбаешься, красиво, идеал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok